Профессор Александр Зараев всю жизнь изучает древние сакральные знания. Он убежден, что пирамиды являются биотехнологическим инструментом. На личном опыте он убедился, как это работает. Находясь в пирамиде Хеопса, исследователь применил особую технику психологической настройки. Главный принцип осознанной телепатии состоит в том, что ты должен отключить внутренний диалог, успокоить ум настолько, чтобы ты мог понимать, что любая мысль или любая тонкая волна, которая приходит откуда-то извне, она действительно не твоя. То есть ты и сам себя не дурачишь, а ты в абсолютном спокойствии можешь тогда принимать более высокие длинные волны и частоты. По словам Александра Зараева, он понял, что сумел настроиться на волну пирамиды. Телепатический вопрос был услышан, и в ответ поступило видение. Я просто сел, стал смотреть, что мне покажут. И вот из этой шахты как бы то ли шла энергия, то ли шла какие-то вибрации. Но я, так сказать, увидел многое из своих прошлых жизней. То есть как, так сказать, большую, хорошую киноленту. Перед взором исследователя пронеслись картины предыдущих воплощений. Разные эпохи, лица, события, имена и даты слились в один, теперь полностью осознанный опыт. Более того, Александр Зараев увидел свое будущее. Мистерия в пирамиде Хеопса изменила и обогатила его. Покинув святилище, он осознал, что больше никогда не будет прежним. Я почувствовал, что здесь, в Великой Пирамиде, есть выход в надвременье. То есть связь с теми жрецами и с теми духовными числями, которые перешли через эту реку времени, переплыли и находятся в другом измерении, в пирамиде вполне реальна. Каждый ли может пережить необычный опыт в пирамидах Египта? Зависит ли это от способностей человека или от функционирования устройства? Елена Евстафьева посетила пирамиды Гизы как обычный турист в составе большой экскурсионной группы. Она вела себя как все, но неожиданно ее охватило ощущение смутного беспокойства. Передо мной появляется, моментально вырастает существо очень больших размеров. Я помню точно, что даже цвет серо-коричневого цвета, вроде как тень, вроде и не тень. Огромное существо очертаниями напоминало человека. Кроме Елены его никто не видел и не слышал. Оно обратилось к женщине и выразило гнев из-за кампании праздных туристов. Затем видение сообщило Елене, что она должна исследовать некоторые храмы Египта. Голос мне это не какой-то металлический голос, голос, который я помню сейчас. Ну, то есть это определенные звуковые вибрации, которые как бы звучали внутри меня самой. Вот. И я поняла вот еще что, что если я не хочу, чтобы это со мной общалось, это моментально исчезло. Позднее Елена поехала на экскурсию в местечко Саккара. Там находятся ступенчатые пирамиды и город мертвых. Она стояла в центре некрополя и вдруг увидела необычный мираж. Вокруг из воздуха возникли и понеслись в ее сторону свирепые воины. Я подумала, что я подняла голову наверх и на меня стали бежать первое, что я видела, воины. В каких-то, причем много, значит, вооруженных людей, которые в итоге стали бежать через меня. Ноги их не касались песка, где-то было 30, может быть, 40 сантиметров. По словам Елены, она осознавала, что в настоящее время находится с друзьями среди древних развалин. И в то же время перед ней открылись события тысячелетней давности. Я моментально сразу понимаю, что у них беда. Правитель, повелитель в итоге его называют, утонул. И они бегут сообщить эту весть женщине. Я понимаю, что это просто очень важные царственные особы, которые испытывают страшное горе. Путешественница будто наяву видела гордую царицу невиданной красоты. Супруга фараона была в страшном горе, ярости и истерике. Она велела немедленно казнить тех, кто не смог помочь ее повелителю в беде. А чуть позже созвала жрецов. Созываются какие-то лучшие, в общем, самые лучшие какие-то профессионалы, люди, которые могут из белоснежного камня, я думаю, что это мрамор, воссоздать вот это тело. Только пропорции у него были очень большие, очень большая статуя. И тут же я вижу, что она в каком-то белом помещении она приходит к тем, кто пытается извоять по ее памяти это тело. Она пытается его воссоздать так, как она видит. Улыбка, вот все движение рук, как будто дышит диафрагма. В общем, все-все-все. И следующее видение пронеслось перед глазами Елены. В большом зале храма на алтаре лежала мраморная статуя фараона. Затем царица силой магического искусства призвала душу своего возлюбленного из мира мертвых и вселила ее в камень. Никто, кроме царицы и верховных жрецов, не заходил в святилище этого храма. Супруга фараона часто посещала статую и часами беседовала с духом своего повелителя. Он долгое время помогал ей править страной. Как объяснить эти видения? Могли ли путешественники попасть под неизвестные науки воздействия пирамид? Но откуда оно появилось? Удивительное совпадение, но древнейшие пирамиды и храмы мира построены в неслучайных местах. Как вычислили геофизики, они все стоят на точках выхода геомагнитной энергии. Каким-то образом жрецы вычисляли георазломы в земной коре и возводили там сложнейшие сооружения. Вряд ли этот колоссальный труд проводился ради захоронения фараонов, как принято считать. В пирамиде с человеком происходит то, что его сознание и его физическая структура неким образом гармонизируются, при таком модном слове. И это выражается абсолютно точно, четко в изменении всей внешней, если мы посмотрим на эмоэтическую структуру организма. Что происходит? Ну, если попросту, жидкости, которых в человеке процентов 80, неким образом заряжаются магнитной электрической энергией. Ни в одной пирамиде нет следов ритуального погребения. А вот царские гробницы, расположенные на западном берегу Нила, напротив, изукрашены очень богато. Если пирамиды готовились, как усыпальницы, оставить их такими бедными было бы страшным неуважением к почившему царю. Великая пирамида настолько сложна и построена с учетом столь многих знаний, что я скорее поверю, что они были высокотехнологичными сооружениями, чем могилами для упокоения царей. Для каких-то целей комплекс Гизы имеет точную ориентацию по сторонам света. А выходы шахт пирамиды Хеопса направлены на созвездия Орион, Сириус, Большая и Малая Медведицы. Пропорции отдельных элементов этих 100-метровых сооружений демонстрируют все универсальные математические законы, известные человечеству. Золотое сечение, число Пи, число Фи Для любого, так сказать, ритуального памятника не нужна такая математическая точность, которую мы имеем на пирамидах Египта. Не нужна такая точность, точность до полуградуса, в углах, в метрах по основанию, географическая привязка. Поэтому гипотеза о том, что пирамиды являются сооружениями техногенными, на мой взгляд, не менее обоснованная, а даже более обоснованная, чем традиционная гипотеза, что это погребальные памятники гробницы фараонов, царей Египта. Историки аргументируют погребальную версию еще и тем, что в более поздних египетских постройках, масштабах пирамидальной формы, действительно хоронили сановников и жрецов. Но эти постройки много примитивнее больших пирамид. Погоня же за мумиями царей неизменно заканчивалась одинаково. Но тогда для чего в некоторых пирамидах стоят саркофаги? С пирамидами часто ассоциируется определенный вид энергии. Некоторые пирамиды представляют собой гробницы, но другие пирамиды были построены, похоже, не с целью размещения склепов внутри. Очень вероятно, это некие генераторы энергии. А может, внутри этих пирамид некогда устанавливались специальные устройства? Физик Андрей Вержбицкий понял, зачем строились пирамиды, когда увидел детальную схему пирамиды Хеопса. Почти так же выглядит чертеж современной спутниковой антенны. Расчеты подтвердили, древние пирамиды – это комплекс межпланетной системы связи. Современная сверхвысокочастотная техника и та техника пирамидальная, конструкция, конструктивно совпадали. Волноводы, шлейфы, детали, вплоть до мелочей. В качестве антенны пирамида устроена более грамотно, чем спутниковые тарелки. Пирамидальная антенна работает с учетом магнитного поля Земли. Это особенно важно для дальней космической связи. Фокус находится внутри и совпадает с местом, где стоит гранитный саркофаг. В этом фокусе размещается пустая комната. А сконцентрированная сотнями квадратных метров грани пирамиды энергии концентрируется на потолок этой погребальной так называемой камеры, вызывая микровибрацию блоков. И в камере в этой появляется, она является резонатором. Значит, что касается пирамидальной антенны Хеопса, там все резонаторы очень точно подстроены на частоту 438 Гц. Сторонники этой версии считают, что человек, лёжа в саркофаге, мог слышать или видеть послание. Но как это возможно с помощью пустой гранитной коробки? Всё дело в свойствах гранита. Это кристаллическая горная порода, в состав которой входят слюда и кварц. Наука сегодня широко применяет кристаллы в компьютерной, космической отрасли и нанотехнологиях. Кристаллы могут хранить огромное количество информации. Они также используются как преобразователи энергии. Возможно, есть и неизученные свойства, которые применялись в саркофагах. Это модулирующее или демодулирующее устройство. Представьте себе, что ведь низкочастотный сигнал не пошлёшь на большие дальности, а этот сигнал, который, значит, нужна высокая частота. Пирамида работает на сверхвысоких частотах, на сверхвысоких частотах. Но чтобы принести полезный сигнал, на эту сверхвысокую частоту подгружали ещё и низкочастотный сигнал. То есть наш разговор, речь, музыку, которая на одной ноте играет. Когда этот сигнал приходил издалека сюда на Землю, значит, нужно было отфильтровать эту низкочастотную составляющую, то есть демодулировать сигнал, выделить низкочастотную её часть. Вот для этих веществ служил саркофаг. Человек, или, допустим, Бог, слышал, что ему передают. Исследователи заметили странную закономерность. Все древние пирамиды на планете расположены вдоль северного тропика, или 30-го градуса северной широты, и ровно с шагом в 18 градусов. Более того, они ориентированы чётко по сторонам света и друг на друга. С технической точки зрения, так располагать объекты нужно только для одной цели – передачи сигнала. Именно поэтому пирамиды и строили по 30-й параллели, не как эстафеты передавали функции. Одна отработала, ушла в свет, вторая в темноту вступила, третья в темноту вступила и так далее. Получается, кто-то возвёл на планете единый комплекс связи. При вращении Земли они вручают друг другу эстафету непрерывного приёма передачи сигнала из космоса. Как правило, в них по одной камере с гранитной коробкой, а в пирамиде Хеопса целых три. Радиотехники вычислили, что верхняя, скорее всего, работает на небольшие расстояния, средняя – на более удалённые, а нижняя – на межгалактические дистанции. Если все остальные пирамиды – это обычные станции дальней космической связи, которые были нацелены на ту планету, на ту, на четвёртую, пятую, десятую, тридцатую, пятидесятую, то пирамида Хеопса, у неё совсем другая функция. Она, кроме того, что могла быть обычной станцией дальней космической связи, у неё основной функцией была – это ретранслятор. Журналист и исследователь Татьяна Сырченко вспоминает странный случай. Всё началось в обычный студионный питерский вечер, когда Татьяна Михайловна отдыхала дома. Внезапно всё заискрилось, в доме выбило пробки, и в течение секундной вспышки она пережила картину из иной реальности. Я совершенно не спала, я видела этих людей, я видела своего мужа, и одновременно я ощутила эту вещь. Будто наяву она увидела огромный дворец и юную девушку в окружении рабынь с опахалами. Жрец в белых одеждах говорит ей – страна в опасности. На престол восходит тот, кто недостоин титула фараона, поэтому принцесса должна первая принять посвящение верховного правителя. Дочь фараона последовала за своим учителем в храм. В крыше святилища было отверстие. Туда падал луч света от звезды Сириус. Спрятано некое устройство, не знаю, как его назвать, но когда свет Сириуса падает туда, то информация отсюда, о состоянии цивилизации Земли, или он говорит обо всем, считывается и куда-то отправляется вот по этому лучу. Принцесса встала под луч Сириуса. Тут же она как бы перенеслась через космическое пространство и оказалась в огромном светлом зале пирамидальной формы. В центре его находился экран, разделённый на несколько сегментов. В тот момент было активно окошко планеты Земля. Затем неофитку подняли на вершину этой усечённой пирамиды. Там стояла своеобразная антенна. И на этой плоской вершине стоят три статуи. Спиной друг к другу и вот так локтями, вот так прижатые. Так, что они вместе образуют канал сзади. Понимаете, да? Три статуи спинами стоят, и внутри них образуется такой канал. И когда мы входим под нож этих статуй, то мы маленькие, где-то около пяток. А статуи огромные. И там канал, получается, что он тёмный. И днём видно звёздное небо там, звезду. Вот он говорит, видите, мы сейчас сюда входим, и там наверху звезда. И там в этой звезде есть такая же система, как у нас. И она уже знает ещё какие-то разветвлённые вещи. Картина космических пирамид длилась мгновенью. И я вижу только храм вот этот красивый, похож на электростанцию. У него совершенно необыкновенная архитектура. Всё же там колонны, круглая, что-то. А здесь всё такой кубической, или такой формы параллелепипеда. И вырезы такие прямоугольные, и всё похоже действительно, как издали, как ГЭС наша современная. Как будто оттуда вода вот-вот хлынет. И рядом развальные руины какого-то храма. Вот с этим я уехаю. Татьяна Сырченко не считает себя реинкарнацией египетской царицы и думает, что видела хрономираж. Если рассматривать пирамиду как приёмопередающее устройство, то какая же энергия обеспечивала приём и передачу сигнала? Новейшие исследования предлагают ответ и на этот вопрос. И он снова ведёт нас к технологии кристаллов. Внешние каменные блоки пирамиды Хеопса сделаны из песчаника, а он имеет в составе много кварца. Гранит, из которого сделана камера царя, редкая лавовая порода, тоже содержащая 55% кристаллического кварца. Кварц – уникальный минерал. При сжатии или давлении он генерирует пьезоэлектричество. По одной из теорий, масса пирамиды давит сама на себя и таким образом создаётся постоянный электрический ток, текущий по её поверхности. Другие учёные возражают. В статическом положении заряд будет минимален и думают, что пирамида работает от сейсмических колебаний. Кварц, его кристаллы, по действию механического напряжения, когда Земля дрожит, кварц тоже будет колебаться вместе со всеми стенками. Он вызовет, естественно, электрический потенциал. Древние тексты говорят, что на вершинах пирамид раньше находились огромные кристаллы. Современные исследователи считают, что кристаллы размещались и на обелисках. Эти культовые столбы рождают не меньше загадок, чем сами пирамиды. Назначение обелисков не ясно. Способ строительства и доставки слишком сложен. Располагались обелиски в центре храмовых комплексов. Эти обелиски вырезались из камня для того, чтобы поместить на них кристаллы. Причем чистоту этих кристаллов можно было настроить как на хранение энергии, так и на ее выделение. Обелиски могут представлять собой подобие антенн, радио или телевизионных вышек. Они выпускают энергию в атмосферу. Наподобие технологии, которую придумал Никола Тесла. Похоже, что в древние времена подобным занимались и атланты, и представители более поздних цивилизаций. Летописи античных авторов упоминают об Атлантиде, могущественной державе, располагавшейся на острове в Атлантическом океане более 10 тысяч лет назад. Якобы после Великого потопа уцелевшие атланты основали цивилизацию Египта. Эта легенда привлекла широкое внимание после откровения американского пророка Эдгара Кейси. Он был врачом и явил миру весьма оригинальный способ исцеления. Кейси был убежден, что проблемы его пациентов берут начало в прошлых реинкарнациях. Эдгар Кейси был медиумом. Он входил в транс и просматривал предыдущие жизни приходящих к нему людей. Потом он объяснял, что человек сделал неправильно тогда и как он может это исправить. Как правило, если пациент все понимал правильно, он сам выздоравливал очень быстро. В штате Вирджиния в 1931 году Эдгар Кейси основал исследовательский институт. Он действует и сегодня. Здесь хранятся записи почти всех его откровений. Помимо прошлого, доктор высказывался и о будущем. Он предсказал обвал фондового рынка, он предсказал Великую депрессию, он предсказал начало и конец Второй мировой войны. А также он предсказывал эти переходные времена, которые происходят сейчас. Поскольку исполнились пророчества Эдгара Кейси, то стоит доверять его описаниям доисторических времен. Некоторые из пациентов пророка помнили предыдущие жизни в Атлантиде. По их словам, та цивилизация была столь развита, что иногда американцу не хватало слов и понятий, чтобы описать их технологии. Вот лишь один из примеров. Индивидум жил на Посейдоне и занимался сохранением энергии, получаемой от больших сгущающих светокристаллов. Эта энергия использовалась для управления движением кораблей по морю и в воздухе, а также для обеспечения таких средств развлечения, как телевидение и звукозапись. Из записей Кейси следует, что в сердце острова находился гигантский реактор, названный пророком «Огненный камень». Он использовался для освещения, заправки малых двигателей и омолаживания жителей острова. Кейси подробно описал его фантастическое устройство. Аппарат представлял технологию на основе кристаллов, усиленную с помощью пирамиды. Кейси сообщил, что записи с руководством по созданию устройства хранились в трех местах. На суше сегодня остались два. Это мексиканская пирамида и египетский храм. Египтяне верили в реинкарнацию и возвращение души в более высший уровень реальности. Поэтому, я думаю, их храмы и пирамиды были как-то связаны с их представлением жизни после смерти, которое я также разделяю. Я верю в то, что материальное тело умирает, сознание продолжает существовать и уходит в высшие уровни реальности или в низшие уровни реальности в зависимости от уровня сознания после смерти. Невероятная история, соединившая прагматичный 20-й век с легендарным прошлым, произошла в древнем египетском городе Абидас. Четыре тысячи лет назад он возник как священный центр огромной страны, но потом был забыт. Город сотни лет простоял засыпанный песком и о нем никто не знал. Пока в 1956 году сюда не прибыла британский археолог Дороти Иди. Она изучала древние тексты в Каирском музее и много лет добивалась разрешения на раскопки Абидаса. Все-таки Дороти добилась своего перевода, начальство дало согласие, и она продолжила свою работу по описанию пирамид, по описанию древних зданий, по изучению иероглифов, которые она расшифровывала, которыми она занималась. И в результате получилось так, что она стала лучше местных экскурсоводов рассказывать туристам об истории этого места. Дороти родилась в семье небогатых лондонцев и до трех лет была самым обычным ребенком. Но потом произошел странный, пугающий случай. Трехлетняя Дороти во время игры загремела с лестницы. Родители вызвали врача, потому что думали, что все, с девочкой вообще-то совсем плохо, конец наступает девочке. И, естественно, врач, который пришел, тоже засвидетельствовал близкое наступление смерти, пошел за медсестрой и за тем, чтобы выписать свидетельство о смерти. А когда он вернулся к своему изумлению, он увидел играющее тело, которое, по его мнению, должно было уже быть при смерти. С тех пор Дороти изменилась. Она часто застывала в задумчивости и просила родителей отвезти ее домой. Этих причуд никто не понимал. А спустя год отец взял ее на экскурсию в британский музей. В египетском зале девочка снова шокировала всех. Она стала целовать ноги древнеегипетских статуй, присела у саркофага, и когда изумленные родители попросили ее пойти домой, она вдруг совершенно чужим, взрослым голосом заявила им «Оставьте меня, это мой народ!» Дороти Иди необычно быстро научилась читать иероглифы и стала разбираться в истории древнего Египта не хуже профессоров. Получив в Оксфорде степень бакалавра археологии, она вышла замуж за араба и уехала, как и мечтала, в Египет. Среди исторических сокровищ Каирского музея она, наконец, нашла документальное описание того, о чем знала всю жизнь. Преобразилась совершенно, увидев фотографию храма Сети Первого в Абидосе. Она сказала, что около этого храма был сад, и раньше она там была жрицей. Эта красивая и печальная история началась три с половиной тысячи лет назад. В одном из храмов Абидоса служила жрица по имени Бентришит. Она прошла посвящение и дала богам обет безбрачия. На самом деле, Бентришит не выбирала свою судьбу. Ее родители были очень бедны и привели ее в храм еще ребенком. Удачное замужество ей не светило. Бентришит лучше было остаться и жить при храме. Но однажды, во время богослужения, ее увидел фараон Сети Первый. Фараон пришел в этот храм, увидел ее и влюбился. И в результате этих удивительных чувств у них родился ребенок. Вот эти сильные переживания, конечно же, сохранились. Запретная любовь властителей и жрицы вызывала у жителей Абидоса тайный восторг, умиление и зависть. Фараон не мог возвести Бентришит на трон из-за происхождения и даже ввести в гарем из-за боязни гнева богов. Но они любили друг друга пылко и беззаветно. Эта идиллия продолжалась несколько лет, пока был жив Сети Первый. Сети Первый пострадал во время охоты на крокодилов. Жрецы воспользовались этим с тем, чтобы отомстить Бентришит за ее неожиданное и нежданное, как они говорили, возвышение. Они сына Сети убили, а Бентришит бросили в подземелье, где она скончалась от всяческих болезней. Когда британский археолог Дороти Иди прочла историю несчастной Бентришит, все встало на свои места. Она назвала себя Ом Сети, что значит «Матерь Сети». Именно Сети звали ее возлюбленного и ее сына в прошлой жизни. Такое же имя она дала своему ребенку от супруга Арапа. Ом Сети добилась своего перевода в захолустный тогда еще Абидас, чтобы подарить миру новые археологические открытия. По воспоминаниям ее прошлой реинкарнации были раскопаны храмовый сад, стена с барельефами и алтарная площадь Абидаса. До глубокой старости Ом Сети прожила рядом с усыпальницей и храмом Сети I. В 60-м году за выдающиеся заслуги перед Египтом, за изучение египетской истории президент Египта наградил ее высшим орденом Египта. Ом Сети или Дороти Иди умерла в 1981 году и согласно ее завещанию была похоронена в Абидосе. Мексика, Теотиоакан. В переводе это означает место, где люди становятся богами. Согласно преданиям, сюда после Великого Потопа вернулись боги, чтобы возродить мир. Во время реставрационных работ в самой большой мексиканской пирамиде города Теотиоакана археологи сделали удивительную находку. Между двумя верхними уровнями пирамиды был обнаружен 7-сантиметровый слой слюды. Этот материал явно был положен туда не случайно. В Теотиоакане в 40 километрах к северо-востоку от Мехико под пирамидами обнаружили подземный туннель. В нем были помещения, отделанные минералом под названием мусковит. Но этот минерал вообще не встречается в Мексике. Он обладает очень интересными свойствами. Это особый вид слюды и ее специально доставляли за 3000 километров, потому что подходил ее специальный сорт. Этот минерал был найден еще в одном месте. В здании у подножья пирамиды Солнца. Строение так и назвали слюдяной храм. Под тяжелыми каменными плитами пола археологи обнаружили два массивных листа слюды. Они были вырезаны очень ровно и уложены в два слоя. Нигде в мире нет ничего подобного. И археологи теряются в догадках о предназначении этих пластин. Декоративная функция исключена. Поэтому самые смелые умы задумались о технических свойствах слюды и всего пирамидального комплекса. Мусковит используют для электроизоляции. Он устойчив от воздействия температуры и света до 850 градусов Цельсия. Зачем же оборудовали под пирамидами эти помещения спрашиваются? Зачем изолировали их? Возможно там хранили оружие или источники энергии древних богов чтобы скрыть их. В мифах индейцев Центральной Америки говорилось в начале времен боги подарили людям 13 священных хрустальных черепов. Они давали мудрость и могущество. А тот кто соберет все 13 черепов вместе получит власть над прошлым настоящим и будущим. Инструменты которые позволяли людям общаться с неким внешним разумом. Как говорит текст с богом. В центре пирамиды в фокусной зоне человек перед которым стоял этот череп получал возможность слушать вселенную общаться через череп с кем-то на кого этот череп был настроен. Поэтому как пирамид нет двух одинаковых каждая пирамида настраивалась на каждого отдельного человека или на отдельного представителя внешнего разума. Назовем так инопланетянина или бога. То же самое и череп. у подножья всех крупных пирамид мира стоят загадочные каменные сооружения. Археологи назвали их храмами, но вряд ли изначально их возводили для молитвы. Все эти строения, так же как и слюдяной храм в Теотиоакане могли являться накопителями или преобразователями энергии, которая шла через пирамиду. Среди тех элементов установки технического устройства, которое некогда использовалось для общения с богами, помимо черепа это должны были быть зеркала, это некая система концентрации энергии, это должны были быть какие-то кубы, например, замкнутое пространство, где находился кристалл, где за счет одностороннего поступления энергии внутрь возникает момент уплотнения энергии, концентрации энергии. Мало кому известно, но на территории Теотиоакана была найдена и целая камера из следы, на стенах которой остались следы ртути. Казалось бы, при чем здесь ртуть? Это не единственная находка ртути. В Капане, Тикале и Поленке, в древних городах Майя были найдены целые могилы с ртутью. Иногда внутри них лежали скелеты царственных особ. Что за странная традиция? Швейцарский археолог и исследователь древних цивилизаций Эрих фон Деникен считает, что подобрался к разгадке храмовой ртути. В текстах древней Индии он нашел описание летательных аппаратов, которые назывались виманы. Их двигатель якобы работал на парах ртути, поэтому ртуть хранили в герметичных слюдяных резервуарах возле пирамиды храмов. В Мексике я общался с местными жителями. Ртуть, по словам старых индейцев, служила горючим, а пары ртути, как нам сегодня известно, высоко токсичны. Почему многие из высших жрецов майя носили маски, а в Индии встречались даже маски со шлангами, напоминающие наши противогазы? Ртуть, как мы узнали из древнеиндийских текстов, транспортировалась в том числе и в контейнерах из слюды. Вот почему и в Центральной Америке у Майя и на Мексиканском плоскогорье у жителей Тиотиокана находят подземные камеры со слюдой. Возможно, при полетах на Виманах мезоамериканские усеченные пирамиды использовались как маяки и служили заправочными станциями. Они предназначены были для запуска движителей больших летательных аппаратов крейсерского типа. Но у мезоамериканцев было очень много еще и летающих платформ. А самые маленькие летательные аппараты это индивидуальные так называемые яголеты. Это совсем другой тип. Так вот, летающие платформы они базировались как раз вот на зекуратах, на этих усеченных пирамидах. инженеры ломают голову, каким образом были изготовлены и доставлены на место строительства огромные многотонные блоки пирамид. Официальная версия, согласно которой это делалось с помощью медного зубила и перетаскивалось на пандусе, не выдерживает никакой критики. Расчеты показывают, чтобы построить пирамиду Хеопса с помощью ручного труда, потребовалось бы сто тысяч человек и не меньше века. Ни о какой точности тогда речь не идет. Но согласно документам, великую пирамиду возвели в течение 20 лет. Возможно, пирамиды строились совсем не так, как мы думали. Древние папирусы рассказывают, в создании пирамид участвовали только священники. Технологии укладки многотонных каменных блоков не доверяли посторонним. Жрецы произносили заклинания на определенной ноте. Камни теряли вес и поднимались в воздух, а затем их бесконтактно укладывали с высочайшей точностью. Современная наука не способна делать то, что было сделано якобы древними египтянами. Но в том, что большие по весу объекты перемещались с помощью либо акустической левитации, либо иного, с помощью иного некого способа, о котором мы имеем слабое представление. В этом никакой мистики нет. Здесь есть точный расчет, точное знание. То есть те, кто этим занимался, они знали, что делали конкретно и умели это делать. Физикам известно. Между излучателем ультразвука и отражателем всегда возникает стоячая волна. Пока физики могут подвесить в ней только предметы очень малой массы. Но на основе именно этих опытов и возникла современная теория о строительстве пирамид с помощью акустической левитации. Потому что до сих пор непонятно, каким еще способом можно было поднимать блоки в десятки или даже сотни тонн и устанавливать с ювелирной точностью. Но откуда у древних людей были такие технологии? И кто на самом деле построил пирамиды? Для каких целей эти древние сооружения сориентированы на звезды? Не с этих ли звезд прилетали боги, подарившие знания? И построившие антенны для связи с далекими мирами? Я вполне допускаю, что мастера, обучившие людей, прибыли к ним из космоса. Они предоставили им технику, не ту сложную, которой пользовались сами, а гораздо проще, но тем не менее намного более продвинутую, нежели та, которая имелась у людей. Что если в древности нашу планету посещали инопланетяне? Возможно, они общались с Землей через пирамиды и даже держали здесь посланников. Не исключено, что это они передавали людям научные знания, а древние жители планеты Земля называли их богами. Одна из загадок, которая сопровождала меня с первых дней моих изысканий, была схожесть тем и сюжетов в мифах совершенно разных народов. Основная идея была такая, что боги спустились с небес или со звезд, иногда с совершенно конкретной звездной системы, Ориона или Плеяда. Возможно, эти древние экзотические способы связи, пирамиды и хрустальные черепа, могут работать до сих пор. Кто-то тысячи лет может слать нам сигналы, а мы не знаем, как их принять. Любая информация, связанная с пирамидами приводит к вопросам о происхождении человеческой цивилизации. Эта область знаний отрицается официальной наукой и скрывается мировыми правительствами. Возможно, правда окажется неприятной для большинства людей, но вечно скрывать ее невозможно. Пирамиды не только напоминают о нашем прошлом, но и могут стать вратами в будущее. Не так давно популярная итальянская газета «Ла Република» опубликовала сто самых важных изобретений и открытий в истории человечества. В чарт-листе была плавка стекла, изготовление пороха, расщепление атома и многое другое. Однако первое место по опросу заняла всем хорошо известная еще со школьной скамьи периодическая система химических элементов Дмитрия Менделяева. Работая над этой системой, Дмитрий Иванович не мог уснуть несколько суток. Ему никак не удавалось верно упорядочить химические элементы, и ученый начал чувствовать острое физическое и психологическое переутомление. Наконец он сдался и лег поспать. И во сне ученому в чистом виде предстала система, которая до этого не складывалась ни у него, ни у его коллег. Когда Менделеев проснулся, то на чем попало, буквально на клочке бумаги, быстро записал увиденное со многими серьезными исправлениями относительно имевшихся на тот момент данных. Таким образом, миру явилась знаменитая периодическая система химических элементов. Увиденное и составленное буквально во сне. Но возможно ли такое? И вообще имеет ли право на существование такое понятие, как вещий сон? Каждый человек каждый день сталкивается с большими и малыми загадками. Казалось бы, он ложится спать, казалось бы, уже все, весь организм отключен, но мозг продолжает работать. И вот из ячеек многочисленных мозг непроизвольно вытаскивает из всех уголков памяти какую-то информацию по своему усмотрению перетусовывают. И в итоге человек, когда просыпается, если он не забыл этот сон, он в недоумении, что же происходит с ним во сне. Еще с доисторических времен люди считали сновидения предвестниками тайных знаний. Шаманы, колдуны и жрецы ощущали в них некую пророческую силу. Интересно, что до наших дней дошел древнейший сонник, датируемый приблизительно 2000-м годом до нашей эры. Он содержит толкование нескольких сотен различных снов, а также описание магических ритуалов для защиты от ночных демонов. Однако именно случай с Менделеевым заставил многих исследователей, изучающих анейрологию, то есть учения о снах и сновидениях, а также психологию, более пристально обратить внимание на такое понятие, как вещий сон. До этого все, что касалось данной темы, практически полностью отрицалось ортодоксальной наукой. Даже несмотря на то, что знаменитый русский химик далеко не первый представитель научного сословия, кто случайно воспользовался нужной ему информацией, явившейся во время сна. Известен случай с Ломоносовым. Когда Михаил Васильевич возвращался из Германии в Россию, увидел странный сон. Остров в Белом море, на котором он часто бывал со своим отцом. У берега словно призрак лежит на боку разбитый корабль, попавший в бурю. А рядом отец. И отец просит, Михаила приди, я вот здесь потерпел кораблекрушение со своими товарищами. Это был как раз вещий сон. И даже там был назван и синий камень, и приметы этого острова. И когда Ломоносов вернулся, он, к сожалению, не смог поехать на родину, он вернулся в Петербург, а в Петербург часто наведывались его земляки, поморы. И они как раз ему то, первая же встреча, они ему рассказали, что от его отца нет вестей уже несколько месяцев. Он ушел со своей артелью рыбацкой и не вернулся. В течение всего лета ждали поморов с Путина. Но никаких вестей от рыбацкой артели никак не поступало. Ломоносов уже было сам собрался отправиться на поиски пропавших рыбаков, однако обстоятельства помешали осуществлению его замысла. И тогда он на свои деньги снарядил поисковую экспедицию и дал четкие указания, где искать. Моряки отправились в Белое море и обнаружили именно тот самый остров, а на нем тела погибших от жажды и голода рыбаков. Среди них оказался и отец Михаила Ломоносова. Вот вещи сон. Ломоносов человек, который все подвергал сомнению, все пытался проверить научно, в том числе и свои сновидения. Вот он об этом пишет. Это уже никакие не легенды. Интересно, что есть некоторые ученые, которые, несмотря на критику и сопротивление коллег, соглашаются с тем, что что-то такое в природе существует. Историческими летописями зафиксировано немало случаев, доказывающих, что вещи или по-другому пророческие сны не бредовое воображение воспаленного ума. Специалисты, занимающиеся сновидениями, часто приводят такой пример вещего сна. Поэт и декабрист Кондратий Рылеев, будучи в младенческом возрасте, серьезно заболел. И вот его матери снится сон, в котором некий таинственный голос посоветовал ей не просить у Бога исцеления для ребенка, потому что жизнь его будет тяжелой, а смерть страшной. Мать в ночном кошмаре во всех деталях увидела судьбу сына и в конце его жизни веселится. Но Богу за исцеление Кондратия все же помолилась. Рылеев поправился, но финал его жизни хорошо всем известен. Он был казнен в Петропавловской крепости. Есть не менее удивительные случаи, которые фиксируют и современные исследователи. При этом, как утверждают эксперты, загадочные сновидения чаще всего происходят с людьми, находящимися в экстремальной ситуации. например, стоит солдат на посту во время войны. В метрах там ста немецкая линия обороны. Время под утро, пять часов, такое время, когда спать хочется, невозможно. И провалился на несколько мгновений солдат в сон. Ему снится мать и говорит, что ж ты спишь? Немцы наступают. Он встрепенулся, действительно обнаружил немца, была поднята тревога и все закончилось хорошо. Как комментирует этот случай доктор медицинских наук, не буду называть его фамилию, он комментирует это так. Ну вот, немцы наступают, но обязательно кто-то там на сучок нажмет, что-то такое, хрустнет, какой-то сигнал придет. А мозг человеческий устроен таким удивительным образом, что он все это преобразовал в себе и выдал в виде вот такого вещего сна. То есть налицо попытка одно непонятное, объяснить другим непонятным. Подобных примеров вещих снов можно привести еще очень много. Интересно, что же все-таки думают об этом загадочном явлении специалисты и исследователи. Версий существует немало. например, биоэнергетики считают, что образно говоря, предсказательную информацию спящий человек черпает из внешнего источника, из ноосферы. Ноосфера это область взаимодействия общества и природы. В ее границах разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором воздействия на биологические процессы. Так вот, во время сна организм отключается от действительности, но при этом он превращается в некий прибор с определенными заданными параметрами. И этот так называемый прибор сканирует ноосферную информацию и отбирает нужную. Однако не каждому дано быть таким прибором в биологической оболочке. Поэтому, как считают специалисты, вещи сон это удел избранных. И, видимо, так сложно понять механизм данного феномена. Если говорить о механизме, говорить об объяснении таких снов, то, я думаю, точнее, чем сказать, что это паранормальное явление, нельзя. Что такое паранормальное явление? Это психофизические феномены, на которые у современной науки ответа нет. можно, повторяю, строить разные гипотезы, что это выход в какое-то пространство, информационное поле и так далее и тому подобное. Но это все наши догадки, гипотезы, и к ним можно по-разному относиться. известный американский врач-невролог Джонатан Уинсон и некоторые его коллеги по профессии, описывая то, что происходит во время сна в мозге человека, прибегают к аналогии с компьютером. По мнению этих медиков, человеческий мозг перерабатывает накопленную за день информацию, соединяет ее с уже хранящейся в памяти. Во время сна она всплывает и складывается в разнообразной картинке. Причем настолько осмысленная, что многие не сомневаются снится грядущее. Более того, известно много случаев, когда увиденное во сне впоследствии действительно сбывалось на его. Но ведь многое не сбывается. Почему? Для того, чтобы вообще говорить о вещем сне, нам необходимо понять, что для нас является будущее, как его можно интерпретировать правильным образом. Будущее оно не постоянно. Каждую секунду возникает миллиарды вариаций развития будущего. Если речь идет о так называемых точках жизни, точки смерти человека, то событие вероятнее всего случится. Вещи сны также могут касаться каких-то событий, связанных с большим количеством людей, например, катастрофы, падение самолета, например, того же самого, либо землетрясение. Интересно, что некоторые люди, те, которых мы называем гениями, подозревая о чудесных свойствах сновидений, пытались эти свойства использовать. Томас Эдисон даже придумал приспособление, позволявшее запоминать идеи в пограничном состоянии между бодрствованием и сном. Он садился в кресло, брал в руки тяжелые железные шары, после чего закрывал глаза. Напряженно думая о волновавшей его проблеме, начинал впадать в дрему. Поскольку в таком состоянии Эдисон терял контроль над собой, то руки его самопроизвольно разжимались. В этот момент шары падали с грохотом в специальные желоба и будили изобретателя. После чего ученые мгновенно вспоминал приснившееся решение. То есть Эдисон четко верил в феномен вещего сна. И не просто верил, но и использовал его в своей деятельности. Можно ли после этого говорить, что подобное присуще только людям незаурядным, то есть тем же самым гением? Я думаю, всем людям что-то присуще, хотя и в разной степени, поскольку все мы представители рода человеческого, а человек имеет двойную природу и материальную, и духовную. Поэтому задатки есть в каждом, но в разной степени. Если один человек по имени Рафаэль может рисовать, а другой, кроме того, что изобразить конвертик или домик, ничего не получится, ну, тоже можно сказать, что у всех есть задатки к рисованию, но в разной степени. И тут тоже, может быть, у кого-то и были вещи сны, но просто они такие уж яростно-атеистического направления, что отказались придавать значение этим снам, не стали им придавать, или просто не задумываются над такими вещами. специалисты в сфере анаэрологии и другие исследователи психики человека уже давно обратили внимание на существование в мозге некоего аппарата предвидения. То есть мозг умеет не только чувствовать тончайшие процессы, происходящие в организме, но и способен оценивать ситуацию и даже моделировать ее возможный исход. По-простому это называется чутье. По-научному интуиция. Бывает так, что человек по привычке связывает в своем сознании множество разнообразных признаков заболевания с обстоятельствами его возникновения. А в нашей голове, как на жестком диске компьютера, хранятся укоренившиеся вполне естественные ассоциации на каждый случай жизни. Например, с первых дней жизни ребенку внушают, что есть сорую рыбу или сорое мясо категорически нельзя. так как он может получить расстройство желудка или какую-нибудь более серьезную болезнь. И вот ребенок взрослеет, подхватывает инфекцию, начинает себя плохо чувствовать, а ночью ему снится сырое мясо. В этом нет ничего удивительного и уж тем более мистического. Такое сновидение уже было запрограммировано внушением вреда сырого мяса в детстве. А суверные толкователи говорят, что сон был в руку, то есть предупредил о болезни. На самом деле это сновидение стало уже следствием, а не предупреждением. Но бывает и так, когда во сне предвидится некая драма. Например, человек видит, как его ближайший родственник погибает в пучине моря. В мельчайших подробностях в поту просыпается, а тот самый близкий человек рядом спит себе спокойно, как ни в чем не бывало. Но спустя некоторое время происходит в точности то, что когда-то приснилось. Хотя не было никаких признаков к несчастью. Вот такого свойства вещи сны часто бывают, касаются каких-то драматических вещей. Более того, даже есть на Западе исследователи, сейчас не помню фамилию, которые разработали методику и советуют во время сна каким-то образом влиять на негативный исход сна и тем самым изменять события, которые будут происходить наяву. И вроде бы это даже удается. Еще одна разновидность вещего сна, когда человек видит, что сбывается его давнее желание. Например, он снимает джекпот в лото или в казино. Но как? Для удачи необходима информация о правильной комбинации цифр. Где ее взять? Мечтатель постоянно об этом думает, и его мысли начинают концентрироваться во сне. Именно погрузившись в него, человек посылает запрос на свое желание выиграть миллион. И ему вдруг является заветная комбинация цифр. Он идет в казино или заполняет бланк лото и выигрывает. На тысячу случаев это может быть один счастливый случай, когда верная подсказка в сновидении. Потому человек обрадованный выигрышем рассказывает об этом друзьям, товарищам. И этот случай больше запоминается людям, чем если бы приснилась человеку какая-то цифра, а эта цифра оказалась не выигрышной. Человек, как правило, не рассказывает об этом, а рассказывает в случае выигрыша. Интересно, что когда сон, как говорится, не в руку, то есть не сбывается, толкователи сновидений прибегают к различным ловкам. Например, они убеждают человека, что виной была полная луна, неудачное расположение звезд и так далее. Что сон скорее всего сбудется, если приснится в такой-то день, а в другой не сбудется. Дело в том, что ту информацию, которую мы получаем о будущем, она вся правдивая. Вопрос в том, что какая из вариаций будущего будет для нас являться настоящим. То есть, допустим, есть множество предсказателей. Нострадамус, Вангер что-то предсказывал. Где-то они попадают, где-то они не попадают. На самом деле, они видели вариации будущего. Просто какие-то вариации соответствовали их предсказаниям, какие-то нет. Вот и все. Кстати, в Священном Писании есть целая глава, посвященная пророку Даниилу, обладавшим ударом толковать сны. Впервые Даниил проявил эту способность незадолго после того, как поступил на службу к вавилонскому царю Навуходоносору. Государю приснился очень странно и сильно смутивший его сон, для толкования которого он собрал лучших вавилонских мудрецов и волхвов. Но так и не получил от них ответа. Лишь Даниил смог истолковать царское сновидение, значение которого было открыто пророку только после молитвы Господу. Что же приснилось Навуходоносору? Прежде всего огромный страшный истукан, голова которого была золотой, грудь и руки серебряными, туловище медным, ноги железными, а ступни глиняными. Затем с горы оторвался камень, ударил в ноги истукана и разбил его в прах. Прах же превратился в гору, которая поднялась над всей землей. Как же Даниил истолковал Навуходоносору этот пророческий сон? Прежде всего пророк заявил, что в ночном видении царя зашифрована дальнейшая история мира. Истукан символизировал четыре языческие царства, которые придут на смену друг другу. Первое золотое и есть царство Вавилонское. Камень, сорвавшийся с горы и разрушивший истукана, символизировал мессию, а выросший из праха истукана гора, основанная Христом Царство Божие, которое сокрушит все царства земные и распространится по всему миру. Так великий Бог дал знать царю, что будет после всего. Завершил свое толкование Даниил. Ошеломленный на вух Доносор встал, поклонился пророку до земли и сказал, «Воистину Бог ваш, Бог богов и владыка царей». Пророчество Даниила исполнилось в точности. Вслед за царством Вавилонским последовали три языческих царства, владевшие иудейским народом Персидское, Греко-Македонское и Римское. Во время Римского царства на землю явился Иисус и основал свое царство всемирное и вечное христианскую царковь. Весны, как правило, отличаются от всех прочих своей ясностью и своим каким-то содержанием зачастую тревожным. Опять-таки верующие они советуют не различать вещий сон или не вещий, а от кого он, от Бога или от дьявола. Если у человека есть ощущение, что у него легко на душе, хорошо, то это сны божественного происхождения или какая-то внутренняя уверенность по крайней мере. Если он просыпается в растрепанных чувствах, то источник совершенно противоположный, хотя это не значит, что они не будут сбываться, если есть противоположный источник. Великий русский физиолог, антрополог и просветитель Иван Михайлович Сеченов однажды на одном из своих выступлений перед аудиторией заметил сон это небывалая комбинация былых впечатлений. Нельзя увидеть во сне то, что никогда не было воспринято мозгом. Так существует ли вещий сон или нет? Вряд ли кто-нибудь сегодня сможет ответить на данный вопрос, поскольку само сновидение является одной из самых таинственных загадок человеческой природы. Продолжение следует...